субъективный процесс. От мнения врача-патологоанатома зачастую зависит жизнь и судьба пациента, поэтому внедрение методов цифровой патологии в практическую деятельность должно привести к повышению качества и объективности прижизненных патологоанатомических исследований. Элементы цифровой патологии вряд ли в обозримом будущем заменят врача-патологоанатома, но несомненно они войдут в практику как лабораторные информационные системы, базы данных, системы по помощи принятия врачебных решений и элементы независимого контроля качества. Благодарю за внимание. Спасибо, Николай Сергеевич. Значит, вопросы у нас будут, видимо, в конце заседания, если время останется. А сейчас позвольте предоставить слово Плотницкому Алексею Валерьевичу, заведующему ПАО ФБГУ МКНС-Пирогова. Называется выступление «Алгоритмы иммуногистохимических исследований выпадных жидкостей с применением искусственного интеллекта». Насколько я знаю, Алексей Валерьевич тоже имеет достаточно такой большой опыт в практическом именно использовании цифровых технологий. Пожалуйста, Алексей Валерьевич. Уважаемые председатели, уважаемые коллеги, спасибо за возможность доложить. Это такое деплата от имени всего отделения. Хочу сказать, что так повезло, что у нас сложился коллектив, в котором все как-то так приняли хорошо всю эту историю современную, и она сейчас во что-то выражается. Здесь будет часть медицинская и часть про информатику и кибернетику. Собственно говоря, медицинская часть мы отрабатывали, так получилось, что базис, на чем была приложена цифра, это вбатные жидкости. Если здесь присутствуют здесь или в зуме клиницисты, я думаю, тут у многих найдется отклик в душе на этот счет, потому что вещь глубоко и везде исследованию не подлежит, но материал весьма важный в диагностическом плане. Прямо сейчас у любого из нас в больнице, в которой мы работаем, находится такой больной, которому бы это исследование можно было провести и, может быть, чего-то открыть новое, уточнить стадию заболевания или уточнить характер патологического процесса. Наша работа в основном касалась именно выпадных жидкостей, плевральной, перикордиальной и перитониальной. Мы не говорим сейчас про смывы, это отдельная история, мы не говорим про целлблоки и тонкоигольной биопсии поджелудочной железы, они перекликаются между собой, но примитивно, вот к этому короткой возможности вам доложить, значит, мы касаемся только патологических лопатных жидкостей. Значит, сразу расставить точки над «и», существуют целлблоки, существует иммуноцитохимия, они перекликаются в этой ситуации между собой, и нужно понимать, что целлблок, гистологическая техника равно иммуноцитохимии, соответственно, цитологический мазок или препараты, выполненные посредством жидкостной цитологии, это иммуноцитохимия. Вот применительно и к искусственному интеллекту, то, чем мы занимаемся, и применительно к диагностике, они друг друга дополняют. Основная, кстати, и проблема, наверное, в том, что не везде это развито, что каждый старается заниматься этим отдельно, гистологи целлблоками, цитологи, иммуноцитохимия, и иногда они начинают пересекаться. В нашем случае это единая команда, и у нас хорошие результаты, на мой взгляд. Итак, после того, как три года назад был выполнен первый целлблок, мы поняли, что возможность для диагностики здесь просто почти безгранична. На слайде вы видите то, чего можно понять при его изучении. Понятно, что карциномы, понятно, что воспаление, неспецифические изменения, отдельные мезотелиомы с типическими мезотелиальными пролиферациями. Дело в том, что это та самая категория материала, который подразумевает под собой проведение биопсии. Набор иммуноцитохимических реакций недостаточно для того, чтобы категорически развести эти два события. На Западе применяется выражение типической мезотелиальной пролиферации. Начиная свою работу, мы не думали, что мы каким-то образом коснемся лимфопролиферативных заболеваний, но, как оказалось, они там есть. И они также используются, ну, в смысле, в случае, когда мы сталкиваемся с этой патологией, они используются как для первичной диагностики и стадирования, так и сложных уже там, допустим, каких-то длительно текущих заболеваний для того, чтобы разобраться, извините, там сердечная прогрессирует патологию или прогрессия основного заболевания случилось. Это долгая история, и она поджигает под собой исследование этого материала, долгую настройку технологического процесса.